Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Тайкера Карлсона. И начнем с шокирующих новостей. В Вашингтоне обнаружили ложь, вранье, обман, называйте как хотите. Вспоминайте все синонимы слова ложь. Мне неприятно об этом говорить, но это случилось, и мы можем это доказать. Но сначала оговоримся, что ведущие новостей не врали. Они хорошие люди, они не врут. Не врут и комментаторы кабельных каналов, которые зарабатывают миллионы на лоббизме в сторону иностранных организаций и правительств. Комментаторы всегда говорят правду. Именно поэтому они и скрупулезные друзья ведущих находятся сегодня в состоянии шока. Они в ужасе от того, что сделал вышедший на пенсию генерал Майкл Флинн. Посмотрите на их реакцию. Майкл Флинн соврал. Соврал ФБР. Врал снова и снова и снова агентам ФБР. Просто соврал. Ложь, ложь и еще раз ложь. Задумайтесь на секунду о том, кто важен, а кто нет. Флинн соврал. Когда ты говоришь с представителем суда, ты говоришь с человеком правды. А тут ложь. Майкл Флинн предавал свою страну. Майкл Флинн предал своих коллег. Он врал, сокрушается Леннон и его коллеги. Врал, врал, врал. Он плохой человек. Человек, который врет, самый ужасный тип человека. Таким нельзя работать на ТВ. За такое преступление Майкл Флинн должен оказаться за решеткой. Только так можно спасти окружающих от его отвратительной лжи. Нужно сделать это как можно скорее, считают ведущие. Арестуйте его. Америка хочет вздохнуть свободно. На следующей неделе Майклу исполнится 60, и по подсчетам Вашингтон-Пост ему грозит 5 лет тюрьмы. И пусть это послужит уроком всем нам. Вот что будет с людьми, которые врут в Вашингтоне. Или нет? Я почти слышу, как Билл Клинтон ухмыляется, играя в гольф на своей вилле где-то в Дубае. Ложь под присягой и 300 тысяч за речь у тебя в кармане? Оказывается, не все получают такое наказание за ложь. В прошлом году Марк Цукерберг приезжал в Вашингтон, чтобы побеседовать о Фейсбуке, социальной сети, которая сделала его мультимиллиардером. Будучи в городе, Марк заглянул в парламент, где... Сейчас самое время убрать от экранов детей. Он соврал! Да? Не говорите Леннону Марку, но Марк Цукерберг лжец. Смотрите сами. Для Фейсбука это самый важный принцип. Любая информация, которой вы делитесь в своем аккаунте, принадлежит только вам. И только вы контролируете то, кто именно это видит и как ею делиться. И вы можете удалить ее в любое время. Вы дадите мне больше контроля над собственной информацией? Сенатор, вы же пользуетесь Фейсбуком, а значит знаете, что у вас весь контроль над вашей информацией. Ну да, весь контроль над своей информацией. Сам решаешь, кто видит все права у тебя. Это важные принципы работы Фейсбука, заверяет нас Марк с невинным лицом. Но есть небольшая проблема. Это было ложью. Простите, детки. Согласно Нью-Йорк Таймс, Фейсбук не дает вам решать, как распоряжаться вашей информацией. Вообще нет. Более того, они тайно собирают ваши данные и передают их крупным компаниям. Это лишь обогащает Марка, позволяя ему такие покупки, как домик на Гавайях. Но для этого приходится врать перед Конгрессом. А это преступление. Но, как говорится, нельзя сделать омлет, не разбив ни одного яйца. В данном случае яйца — это ваша частная жизнь. Фейсбук бесстыдно позволяет поисковикам Майкрософта сливать список ваших друзей в социальной сети. Фейсбук сливает Нетфликсу и Спотифай ваши переписки, не говоря вам ни слова. Я не удивлюсь, если окажется, что Фейсбук уже установил скрытую камеру у вас в душе. Вот о чем соврал Цукерберг. Не такая уж и невинная ложь. А о чем же соврал Майк Флинн? Согласно ФБР, Майк соврал о своих беседах с российским послом. Кисляком, помните его? Флинн утверждал, что никогда не говорил с Кисляком про депортацию российских дипломатов, а также о том, что Россия участвовала в голосовании по вопросам символики. А оказалось, что они все это обсуждали. Федералы знали об этом, потому что тайно подслушивали. В тех беседах не было ничего такого, но ложь — это преступление. Ложь. Всегда. Преступление. Ну, кроме случая с Цукербергом, конечно же. Марк может врать о том, что касается сотней миллионов американцев, но это ведь такой пустяк. Цукербергу не светит пять лет за решеткой. Его никогда не будет судить Конгресс. Так в чем же разница? В отличие от Майка Флинна, Цукерберг считается героем в американских СМИ. Таким, как он хотят быть многие. Он очень богат, учился в Гарварде, ходит на работу в Майке, против предрассудков. Все крутые люди любят Марка Цукерберга. Даже за границей. Например, когда фашистское правительство Китая искало новые пути угнетения собственного народа, думаете, они обратились к Майку Флинну? Серьезно? Не думаю. Флинн слишком старомоден по вопросам Китая. А вот Марк Цукерберг с радостью согласился помочь. Как говорит Макинди, Цукерберг сечет. Но постойте, а что всем сделал Майк Флинн? 33 года в униформе? Это не новаторство. Две лжи от двух знаменитых американцев. Один из них отправится в тюрьму в почетном возрасте. Другой же может получать всякие награды и посещать ужины в честь себя в ближайшие лет 40. Такова история Майка Флинна и Марка Цукерберга. Красноречивая история. Субтитры создавал DimaTorzok